Нет религии без молитвы и нет христианства без неё. Но здесь мы сталкиваемся с очень серьёзной проблемой, что подразумевается под молитвой. Вот тот же Игнатий Валичинов, например, писал – молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вы слышите, душевный подвиг невозможен без молитвы. Молитва – это действительно есть ничто иное, как соединение моего духа человеческого с Духом Божьим. Но разве возможно какое соединение, когда человек оттороторил какие-то слова? Ну, конечно, нет! Ничего это абсолютно не даёт! Это всё равно, чтобы произносить какие-то мантры индуистские. И больше ничего! Молитва вовсе – это не произнесение молитвенных слов. И он пишет, Игнатий Валичинов, что молитва только той является, та только является молитвой, которая совершается с вниманием, покаянием, покаянием и благовением, соответственно. Ведь молитва – это моление, а молит всегда о чём-то, о какой-то помощи. Тот человек, который не видит себя грешным, у которого душа не болит о тех поступках, которые совершаются против совести, против заповедей, у этого человека не может быть и той молитвы, которая действительно соединяет его дух человека с Богом. Вы знаете, тот человек, христианин, который не принял решение жить по заповедям, никогда не придёт к тому состоянию, которое называется христианским, то есть ему нужен Христос. Знаете, в чём дело? Семён Новый Богослов сказал очень точно, тщательное – я лучше переведу – понуждение себя к исполнению заповедей Божьей открывает человеку его грехи и немощи. Пока я не решился, я не замечаю, как я осуждаю, как завидую, как болтаю, как лукавлю, как лицемерю. Всё это проскальзывает, как, само собой, обычная жизнь. Только когда я приму решение жить по заповедям, тогда только я пойму, зачем же я обманул, зачем же я слукавил, зачем же я лицемерю, зачем же я осуждаю. Вы знаете, вот первое – это необходимые условия для того, чтобы человек действительно мог, наконец, понять, в каком состоянии он находится. Так вот, решение жить по заповедям открывает человеку открывает человеку то, что на христианском языке называется состоянием падения, в котором находится человек. Вот это состояние называется познание себя. Видите, человек познаёт себя когда? Когда решит жить по заповедям Евангелия. Тогда он начинает видеть, оказывается, у него грех на грехе, сей грехом погоняет. И вот Исаак Сирин по этому поводу тогда пишет. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом и началом всякой благостыни. Вот с чего, оказывается, уже тогда начинается уже подлинно вот эта уже духовная жизнь. Из этого состояния познания себя начинается и молитва, молитва настоящая. Я знаю, о чём молиться. Я никогда не подумаю тараторить молитву. Я знаю, откуда начинается покаяние. Вот оно, кажется, что происходит. И здесь начинается действительно искренняя, настоящая молитва человека. Без этого познания не может быть настоящей молитвы. Это будет, ну, так, исполнение обряда. Это будет язычество. Кстати, к чему сплошь и рядом сводится наша христианская жизнь. Фактически к тому, чем занимается язычество, соблюдение внешнего вот этого обряда, культа, религиозной жизни. Но это совсем не духовная жизнь. Это не духовная жизнь. Это жизнь языческая. Духовная начинается только тогда, когда я вижу, что у меня больной, действительно, духовно больной человек. Не могу. Ну, не могу вести себя так, как это положено вести. Не могу ни лицемерить, ни осуждать, ни завидовать, ни тщеславиться, ни обижаться, ни гордиться, ни раздражаться. Оказывается, ничего не могу. Так что ты можешь-то в конце концов? Действительно, Господи, помилуй. Вот это вот познание себя недаром называется святыми отцами корнем, как он здорово сказал Исаак Сирин. Смотрите, называется основанием, корнем и началом. Вот откуда начинается-то. А верить? И бесы веруют и трепещут. И что из этого? И бесы веруют. И остаются бесами. Молитва. Вы знаете, вот легко сказать молитва, а вы знаете, сколько людей, не знающих святых отцов, не читающих их, сколько погрешают здесь. Я уж не говорю о том, что вычитывание молитв, когда просто вычитывание, не так понятно. Это язычники вычитывают, что это ничего не даст. Но есть ещё и другое. Есть ещё и другое. Что? Когда в молитве ищут чего? О! Высоких состояний. Откуда это проистекает? Это появляет у человека, когда он действительно не видит всей своей греховности. Слушайте, когда человек, вот, горит всё или тонет, он что, ищет высоких состояний, да? Он кричит «Спасите!» А не о пирах думает. Кто бы спас его и помог? Человек, который начинает в молитвах молить и искать высоких состояний, и даров Божий уже показывает, в каком действительно жесточайшей и какой прелести он находится. Он ищет себе блаженства, даров, дай, Господи, мне сладостей и прочих всяких вещей. Это святые отцы называют прелестью, то есть заблуждением, заблуждением, которое приводит к очень печальным последствиям. Многие люди, не зная, не зная вот этого, что молитва должна быть исходить из сердца сокрушенного, сокрушенного, как мы говорим, так, из покаяния и, начиная рассматривать молитву как средство получения духовных дарований, впадали в так называемую настоящую прелесть и с чем она была связана? Сходили вплоть до того, что сходили с ума. Кстати, в этом отношении очень показательна книга «Откровенные рассказы странника», когда этот человек, не зная многих вещей, начал искать именно этих состояний. И тут же, вы обратите внимание, все, кто читал, с какой скоростью он недели две три тысячи молит. Дальше ему говорит через неделю-две шесть тысяч молитв Иисусов в день, двенадцать тысяч молитв, и теперь без конца. Что пишут святые отцы? Молитву нужно совершать с вниманием, благоговением, неспешно, делая даже перерывы. Вот Игнатий Валенчинов пишет «Сто молитв Иисусов сделай, сделай перерыв». Он пишет «монашествующий». Ещё потом делай, ещё многие годы уходят на то, чтобы приобрести действительно эту молитву, которая согревает человека. Какие у неё этапы? Первые, как она совершается? Первые, о чём говорится? Сначала молитва совершает, так сказать, гласно, что ли, языком, даже подчас вслух. Главное – с вниманием. Потом, постепенно, если человек действительно, как они говорят, упражняется в этом, она становится у него умной молитвой. Знаете, как вот мы, когда в уме мечтаем, например, мы же языком не ворочаем, ничего, правда? Язык наш молчит. В уме сколько мечтаний! Вот так и здесь, оказывается, может стать молитва без языка. мы сейчас языком повторяем молитвы, она может стать умной, то есть в уме совершаемой. Дальше, если человек трудится, трудится, она может стать умно-сердечной. Кстати, когда человек вот даже умную молитву совершает, даже гласную вот это языком, обязательно нужно стараться, чтобы участвовала душа, чтобы душа участвовала, чтобы сердце участвовало, иначе, иначе, ну что вы, мы же не бездушные существа какие-то. Так вот, на определенном этапе умная молитва становится умно-сердечной даже молитвой, когда происходит таинственный и непередаваемый словесно акт по исключительно божественному промыслу происходит так называемый акт соединения ума с сердцем. Причём святые отцы категорически запрещают искусственно подвигнуть себя на это. То есть искусственно заставить сердце своё, знаете ли, вот как бы соединяться с умом. Этот акт происходит по божественному только действию. Происходит неожиданно, когда человек даже не предполагает и не знает. И тогда эта молитва у него становится непрестанной. Независимо даже от того, чем он занимается и где он. И молитва это совершается в уме, в душе. Она высылается, как и сердце высылается. Есть, конечно, ещё один уже совершенный этап, этап более высокий, но об этом святые отцы прямо пишут. Это вообще удивительное дело, о чём они пишут, что даже молитва эта, это молительное состояние может в конечном счёте охватывать даже и тело. И они передают, передают об этом, пишут, это опыт же, это не что-нибудь, что само тело даже переживает эти несказанные, невыразимые, если хотите, даже наслаждения, которые испытывает человек, соединяясь с Духом Божьим. Но этот путь непростой в каком смысле? Его можно совершать, только тщательно руководствуясь или наставлениями человека, который сам прошёл это, или, если нет такого человека, то руководствуясь писаниями отцов. Кстати, скажу так, что, наверное, лучшего руководителя, по крайней мере, по отзывам целого ряда авторитетнейших людей, лучшего руководителя в научении молитвы правильные, наверное, не найти, чем Игнатий Вринчанинов. О нём пишут, вы знаете, все о нём пишут просто поразительно. Я не знаю, вот вы это читали или нет, я сколько привожу святых отцов о нём, о нём его высказывать. Это поразительно просто. Ни о ком вы не найдёте такого. Вот Феофан Затворник, например, замечательный же писатель, замечательный духовный писатель, но вы не найдёте о нём таких. Более того, даже найдёте очень скромные суждения. Здесь один за другим. Макарий Оптинский – это был бы великий Арсений. Варсонофий Оптинский – это ангельский ум. Когда его отпевали, так ангелы пели до Реносима. Никон Оптинский говорит, так это просто азбука духовной жизни. Арсений Сибрикова говорит, я его читаю как великих отцов. Валамский Иоанн, которого сейчас канонизировали, да, Валамского явно канонизировали, вот, буквально месяц там назад или два, он, как о нём, с каким восторгом пишет. Игумен Никон пишет, Воробьёв, то же самое. Лучшего учителя для нашего времени, чем Игнатия Вринчанинова не найти. Иоанн Крестьянкин, это один, наверное, боюсь, как бы не из последних ли уже наших прям таких духоносных старцев, Иоанн Крестьянкин пишет, читайте Игнатия Вринчанинова, он вам всё откроет, научайтесь им. Слушайте, вы ни о ком не найдёте таких, я говорю, вот, из ближайших к нам, я не говорю о древних отцах, это просто паразитный, прям все шквал такой, если хотите, восхвалений потрясающих об Игнатии Вринчанинове, как действительно наставники молитвы и учителей. Тот, кто хочет действительно правильно заниматься духовной жизнью, конечно, тот должен прям изучать его, особенно, если он мечтает о монашестве. Без Вринчанинова это просто в наше время это невозможно. И, кстати, это один из критериев, один из очень серьёзных критериев, учтите. Есть люди, которые прямо у Вринчанинова нет. Почему? Он очень много критикует. Он критикует, говорит, монашество, видно, изжило свой век. Оно доживает последнее, как это последнее, «А я?» Он действительно пишет о бедственном состоянии. Причём и как, и многие ему это не прощают даже. Но я ещё раз повторяю, обратите внимание, какие авторитеты о нём говорят. Не богословы, не мы, профессора, на это могли бы плевать просто, что мы говорим, а говорят, святые люди о нём говорят. Арсений, ангельский ум, азбука духовной жизни, истинноставник. Авторитеты, говорят они, кто-нибудь, поэтому тот, кто действительно думает или о монашестве, или, по крайней мере, хотя бы о нормальной духовной жизни, всё-таки, жить духовной жизнью, а не просто церковной, воцерковлённой. Да, через правое плечо передавать свечку. Если кто думает, то нужно его обязательно изучать. Поэтому, кстати, хочу сказать вам, друзья, обязательно имейте Игнатия Влечина у себя. Те, кто не будет следовать этим советам, этим рекомендациям, бедняги, очень легко впадут в прелесть. Ещё раз вам говорю, очень большая опасность состоит в том, чтобы христианца свести к законническому исполнению вот этих всех внешних предписаний. Я хожу в церковь, я исповедуюсь, я причащаюсь, я собораюсь, я читаю, вычитываю молитвы перед причастием вечерней и утренней. Я не фонтезюма. Во! ужас какой! Какой ужас! Какая слепота! Я вам скажу, это страшное дело. Вы обратили внимание, что в Евангелии на каждой странице гневные слова Христа против кого? Против грешников, так называемых, то есть, они действительно грешники против воров, убийц, водников, грабителей. Обратите внимание, против кого? Горе вам лицемеры, фарисеи! Ну, фарисеи, вы понимаете, это ветхозаметное монашество, но это правда, потому что они давали обеты тщательного исполнения всего закона Божьего, фарисеи. И хвастались этим. Все знали, что они фарисеи. Что они тщательно все исполняют? Большая опасность. Поэтому и в христианском монашестве всегда святые отцы предупредали смотрите, не впадите в это состояние. Вот это внешнего исполнения закона без внутренней жизни. христианского Вот. Ну и, конечно, достается, к сожалению, и книжников задевает Христос. Но это, правда, очень жалко, правда? Книжник, то есть, богословы. Тут бы, кажется, надо бы нечёткое перо. Но обратите внимание, именно гробы «Мы окрашенные, – говорит, – окрашенные, а внутри полные мерзости и хищения. Страшная опасность, которая поражает, кстати, учтите, поражает нашу христианскую жизнь. Вот две самые страшные беды, беды, которые стоят колоссальным, непреодолимым препятствием на пути богопознания. Какие? Полная потеря молитвы! Полная, вы слышите? Вы что, думаете, я сочиняю? Проверьте, вот на сужу пойдёте! Проверьте, пожалуйста! Проверьте, когда начинаем читать молитвы! Проверьте! А станете священниками, учтите, не превратитесь в автоматы, которые всё по служебнику! Вы знаете, что пишет святитель Феофан? Убийственные совершенно слова! Обращаясь там к одному, пишет так! Если вы сами не помолитесь, то священники протрещат молебен! Так же и проскомидию, так же и литургию, и ваш, там о ком молились, останется без молитвы! Слышите? Оказывается, можно протрещать богослужение! Кто это так сделает? Тот, кто ещё до священства не привыкает к молитве! Поэтому Игнатий Вринчанинов, Игнатий Вринчанинов что пишет? Просто это поразительные строки! Надо начать учиться молиться! Это кому пишет? Кому пишет? Верующим людям! В том числе монахам! Начать! Вот первая беда, которая уничтожает христианство под корень! Слышите? Перестали молиться! Никто не молится! Вы скажете, как не молимся? Да, молимся, когда что-то случится! Тут помолимся! О чём? О грехах, что ли? Нет! Нет! Не о грехах! А о том, что случилось что-то! Как язычники! Язычники тоже молились о благе на земле! Вот беда-то жуткая! А без молитвы нет религии! Нет религии! Никакой религии! Нет христианства! Поэтому Игнатий Валенчинов приучает, призывает, прям призывает, надо начать учиться! И говорит, как? Он говорит, завещают нам, святые отцы, завещают великую молитву, великое назидание, великое лекарство, великую помощь! начать нужно учиться с самой маленькой молитвы, Иисусовой молитвы, или молитвы мытаря, Боже, милости будем не грешному! Эту молитву ещё ты успеешь произнести и не улететь куда-нибудь! Как только немножко длиннее, ты уже всё рассыпался! Чтобы научиться, начиная с этой краткой молитвы, раз, два, три, прошло ещё, 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 ещё! Я вам расскажу случай, который был с Игуменом Никону Воробьёвым, который на моих глазах произошёл, как к нему пришла однажды женщина из деревни, прям со слезами, говорит, я одна осталась, с соседями мне не хочется ни с кем не общаться, не могу, меня уныние просто, меня тоска берёт, батюшка, помогите мне, я не знаю, что делать! И он говорит ей, хорошо, я тебе помогу, пожалуйста, вот постарайся, постарайся! Вот кратенько пять слов, запомнишь молитву? Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Постарайся делать с вниманием, не рассеивайся, как можно чаще! Вспомнила опять, опять, опять! Вы знаете, вот получилось так, что где-то через год на моих глазах опять она пришла к нему, вы знаете, она упала в ноги! Просто ему, батюшка, вы меня спасли! Вы мне рай просто дали! Да мне теперь никого не нужно! У меня такая радость на душе! Всё! Моя жизнь полна! Слушайте, вот я говорю, вы слушаете, интересно, а кто же начнёт учиться молиться? Надо начать учиться молиться, а не разговаривать об этом! очень советует Игнатий во время богослужения, то, внимая, если что-то понятно, поют, читают, понятно, пожалуйста, нет, старайся во время богослужения, слышите, совершай молитву Иисусову, не стой напрасно, не проводи ты эти бесконечные часы за богослужением впустую, не трать впустую это время, какое колоссальное! Начни, начни учиться молиться! Забылся? Опять! Забылся? Опять! Возьми чёткий, копить маленький, чтобы никто не видел у тебя на палец! Начни! Впустую можно жить пролетит, и всё! Но ещё хуже, когда человек, который совсем не умеет молиться, становится священнослужителем! Вот это тогда наступает трагедия! Тогда что протрещит молебен, протрещит литургию, а сам каким был, таким остался, со всеми страстями! Без научения молитвы невозможно изменить свою жизнь! Невозможно! Молитва связана и с так называемыми добрыми делами! Вы знаете, чем характерируется всё западное христианство? Оно всё уже давно забросило все эти, вы говорите, эти молитвы, там прочие, какая-то духовная жизнь! Вся духовная жизнь там сводится, знаете, к чему на Западе? К социальной деятельности и присутствие на Евхаристии, и участие в Евхаристии. Духовная жизнь – ты подошёл, ам! Причастился! Ты уже духовный! И социальная деятельность! Там уже церкви стали, знаете, чем? Департаментами государственных социальных учреждений! Вот чем! Департаменты! Обратите внимание на конференции, которые проходят эти всемирные христианские! Ни одно из них о духовной жизни! А что там о духовной жизни? Непонятно, что ли? Закон не знаешь? Знаю! Ну и всё! И причайся! Больше ничего! И вся духовная жизнь! Само понятие прелести неизвестно даже! Учиться молитва вам захохочет в лицо! Что там учиться? Пропели псалом, и всё в порядке! Что ещё нужно? Всё превратилось в мирскую организацию, которая занимается исключительно какими проблемами? Какими? Экономики, экологии, спорта, всяких фестивалей и так далее! Одна мирская деятельность, развлечение, развлекаловка, и сама религия в развлекаловку превращается! Знаете, как здорово здорово писал... Писал... Сейчас я вам скажу Венемин Федченко. Он писал, что нам... Нам и... И мы и богослужения... Мы и богослужения... Нам и за богослужением скучно! Мы пытаемся всячески развлечься и начинаем петь всякие концерты и прочие вещи! А то скучно же стоять! Вы знаете, почему у нас революция произошла? Святитель Филарет... Хотите, я вам могу сказать одну из причин, именно внутреннюю, о которой мы говорим. Святитель Филарет Московский пишет, как время наше... Он скончался в 1867 году. Как время наше походит на последнее. Соль – это евангельское слово. Будьте, солью земли! Соль обоевает, то есть портится. Камни святилища падают в грязь, на улицу. С горем и страхом смотрю я в нынешнюю бытность мою, в синоде, на изобилие людей, заслуживающих лишение сана. Слышите? Видны грехи наши, велицы пред Богом. Не от дома ли Божия начинается суд? Фух, как прозорливо! Не пора ли от служащих в доме всем начаться покаянию? Феофан Затворник жалуется – зло растёт, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие в народе, в духовенстве слабеют. Уже ли же мы не образумимся? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного твоего надлежащего прещения! Слышите, что творилось в Руси? Там и всё православная Россия! Руководителя подходящего трудно найти! Попы всюду спят! Через поколение, много через два, иссякнет наше православие! Точно через полтора поколения произошла революция! А Серафим Чичагун, святитель, который написал, кстати, Дивеевскую летопись, и который потом был расстрелян, в 1910 году писал перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло своё положение. последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и ещё немного сектанство возьмёт вверх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Ещё год, и не будет даже простого народа около нас. Это в 1910 году он писал. Вы должны это знать! А вот Вениамин Федченко, митрополит, пишет о том, что было в нашей школе. Он нашу академию кончал. Правда, интересно, что он писал? Было общее охлаждение в нас. И приходится ещё дивиться, как верующие держались в храмах и с нами. Но они были просты душою, хотя вокруг всё уже стыло, деревенело. А интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храме вере в духовном интересе. Слышь, какие вещи ты пишешь, Салик! Ой, Боже, ты мой! Брянчанинов писал, у нас есть хорошая внешность, мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви, но всё это мёртвое тело, в нём мало жизни. Феофан-затворник ему вторит, и часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них есть жизнь? Слышите, что писали? Поняли, почему революция произошла? Вам политики, конечно, говорят, что там враги и прочее, это верно, но это всё это что такое? Где труп, там соберутся орлы! И политики только и говорят, а в чём? Об орлах, о трупе. Почему это вдруг орлы налетели? Вообще, те вещи, которые пишут святые отцы о состоянии Айн Кронштадтский, что пишут? Боже мой! Он говорит, сердце кровью обливается, когда я смотрю, что происходит с нашим народом, с нашим православным народом. И многое другое он пишет. Пишет о том, Илариан Троицкий, что пишет, друзья мои, ой, он прям, он страдает. Хотите, знаете, что, да, что-нибудь? Ну, вот Иоанн Кронштадтский пишет. Пишет о реформе Николая II 1905 года. Свобода печати он дал всякое, сделало то, что священное писание, книги богослужебные, и святоотеческие пренебрегаются, а читаются почти только светские княжонки и газеты. Вследствие этого вера и благочестие падают. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, он призывал. И если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет за свое безбожие и за свои беззакония. Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, неверию и богохульству – слышите, какие вещи пишут? – и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира – министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества, молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Общем безверии и развращении России. Слышите, откуда революция? В Арсенове Оптинский знаете, что писал? Революция, он говорил о революции 1905 года, произошла из семинарии. Ещё бы! Какие руководители! Как же! Народ, помните, Христос сказал, жалко мне народа, они, как овцы, не имеющие пастыря, куда поведут, туда и побегут. Айларион Троицкий что писал? Перед началом войны 1914 года церковь в России слышите? Церковь в России была унижена до крайности. А вы знаете, нет, в чём причина, да? Всем религиям была дана свобода, кроме русской церкви. Порабощение церкви государством достигло окончательного развития. И это в то самое время, когда и раскольники, и сектанты, часто вредные России, выросшие из немецкого семени, получили полную свободу. Открываешь газеты, видишь, как легко раскольникам собраться на собор. И только православная церковь не может составить собора и поставить на нём законного главу. Хотелось воскликнуть, да коли Господи! Высочайшая резолюция в феврале 1917 года, он пишет, высочайшая, то есть царская резолюция 31 марта 1905 года на докладе Святейшего Синода о созыве собора. Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне время столь великое дело. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, созвать собор Всероссийской Церкви. Годы, пишет Алион, шли за годами. Положение православной Церкви становилось невыносимым. Церковная жизнь приходила всё большее и большее расстройство. Прежде гонимые религиозные общины получили свободу. Для православной же Церкви всё ещё не настало лето благоприятное. Отношение царствовавшей династии к православной Церкви – это исторический пример неблагодарности. Ужасным позором и тяжким всенародным бедствием оканчивается петербургский период русской истории. Это просто вам иллюстрация, иллюстрация, потому что иногда много иллюзий здесь мы. А вот, что пишут святые. Святые, не политики, а те, которые болели за состояние, духовное состояние народа и Церкви как таковой. Богопознание невозможно для того человека, кто не видит себя грешным. Вы слышите? Не отдельные грехи. Вот у меня бы только, я знаю, один-два грешка бы, и я бы был уже бы, ну, уже готов бы на небо быть. не отдельные грехи, а, оказывается, весь, всё, с какой стороны ни коснись, тут же вылезает гной. Только тот человек, который и может увидеть это, только он способен к Богу о знании. of – н Продолжение следует...